В Большом зале участники заседания Уральского межрегионального координационного совета. Им руководит член Президиум-агент Совета Единой России Иван Квитко. На повестке дня приоритеты работы по подготовке к избирательным кампаниям и принятие решений об обновлении состава совета. Выборы в региональные и местные органы власти в сентябре этого года, как и президентские в 2014-м, состоятся в строгом соответствии с законом. Если говорить о больших выборах, скажем, губернатора Тюменской области, то кандидаты губернатора Тюменской области посетят, по крайней мере, в Антамасийском округе, как и в других регионах, и будут встречаться с секретарями первичных местных отделений. Масштабный избирательный цикл «Единая Россия» традиционно начала с предварительного голосования. Благодаря этому жители регионов определяют кандидатов, которым доверяют для участия в выборах. Один из вопросов повестки был посвящен социально-экономическому положению субъекта Фурфо. О ситуации в Тюменской области рассказал член Высшего совета «Единой России», глава региона Александр Мор. Он отметил, в Тюменской области продолжается реализация инвестиционных проектов. При этом наибольший объем инвестиций направлен на производственный сектор. Секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов доложил, подготовка к предстоящей кампании идет по плану. Обсудили наши планы все, скоординировали их. И, ну, прямо скажу, ничего такого нового, революционного, на фоне того, что мы делали пять лет назад, мы не планируем. У нас есть отработанный алгоритм, как мы двигаемся. Конечно, это специфика, что в трех субъектах проходят выборы губернатора Тюменской области. Но, повторяю, у нас уже хороший наработанный опыт. Кроме того, участники заседания утвердили состав Уральского межрегионального совета и профильных комиссий. Их основная задача – координировать региональное отделение партии по организации выборов и кадровым вопросам. Елена Старожук, Тюменская служба новостей.